Сцилла, также называемая Титанус Сцилла, является гигантским бронированным головоногим кайдзю, созданным Legendary Pictures, впервые появившейся в фильме Годзилла Король Монстров в 2019 году. В роли второстепенного Титана, который подчиняется Гидоре, а затем и Годзилле. Сцилла является морским чудовищем женского пола из греческой мифологии, дочь Тифона. Монарх подтверждает, что Титан Сцилла был назван древними греками, которые интерпретировали его как самку морского чудовища. Название также может относиться к Сциллам, роду плавающих крабов, так как некоторые части тела Сциллы очень напоминают крабов, особенно его конечности. Поскольку Сцилла вдохновлена Ктулху и напоминает его в некоторых элементах своей внешности, ее имя может также относиться к Тилле, дочери Ктулху. Сцилла это гигантская бронированная головоногая с черной окраской тела, с шестью очень длинными, костистыми и слегка волосатыми ногами. Каждая конечность имеет по два сустава и заканчивается когтем с маленькими шипами, растущими из первого сустава. У Сциллы также имеется покрытая металлом мантия с десятью усиками и парой черных глаз. Сцилла движется во многом как настоящий паук, передвигаясь быстрыми и короткими шагами. Он также может управлять отдельно каждой конечностью, в отличие от пауков, которые используют гидростатическое давление, чтобы вытягивать свои ноги из-за недостатка крови и костей. В фильме «Годзилла. Король монстров» Сцилла содержался на аванпосте Монарха в пустыне неподалеку от нефтяных вышек в Седоне, штат Аризона. После краткого изучения его файла Марком Расселом, Сциллу разбудил призыв ее новой Альфы. Наряду с другими титанами, исключая Годзиллу, Мотру и Конга, Сцилла отправляется на охоту, передвигаясь вместе с другими титанами, и она использовала свои конечности для разрушения зданий в Фениксе. В новостях позже упоминается, что монарх подтвердил греческое происхождение Сцилла, и можно увидеть, что Сцилла стал одним из самых популярных и известных титанов для человечества. Согласно сообщениям, Сцилла оказывает положительное влияние на окружающую среду, выделяя достаточное количество жидкого азота, чтобы замедлить таяние льда в Антарктике и стабилизировать уровень Мирового океана. Внутренняя биология Сциллы очень похожа на биологию кальмара, что позволяет ему выживать как на суше, так и в воде. Из-за колючей брони, которая покрывает его тело и конечности, Сцилла достаточно мощный, чтобы разрушать здания, выдерживать попадания ракет и огнестрельного оружия, практически без повреждений. Из-за отсутствия других конечностей, кроме ходильных, Сцилла борется, используя свои ноги. Эти ноги и их остроконечные кончики достаточно крепкие, чтобы легко пробить твердую скалу из здания. Усики Сциллы также способны захватывать мелких врагов и разрушать здания. Когда Сцилла впервые была показана в триллере к фильму «Годзилла. Король монстров», многие полагали, что это Кумонга. Сциллу поместили в Аризоне, сделав отсылку на сцену, где Кумонга напал на Аризону в фильме «Годзилла. Финальные войны» 2004 года. А ванпост, в котором содержался Сцилла, имеет номер 55. Являясь возможной отсылкой на фильм «Тоха» 1955 года, «Годзилла снова нападает». Сцилла была создана Майклом Доггерти, чтобы потворствовать его интересу к мифам Ктулху. Если вы являетесь фанатом кинофраншизы «Монстр Верс» или просто любителем фильмов про «Годзиллу», то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. И я продолжу радовать вас видео про различных кодзилл. Субтитры сделал DimaTorzok